Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу то, о чем другие не расскажут. Я даю 5 способов повысить привлекательность планировочных решений. Это тренды на 2025 год, но этим годом не ограничатся. Эти тренды будут только набирать обороты и двигаться вперед. Поэтому, друзья, смотрим. Если вы строите дома, обязательно смотрите. Если вы покупаете дом, квартиру, то это видео точно для вас. Поехали смотреть. Смотрим до самого конца. Подписываемся на канал, ставим лайк. 1. Не продавайте квадратные метры. То есть в вашей планировке должна быть расставлена мебель. Это должно быть нарисовано. Рисуйте мебель на планировке. И мебель должна быть абсолютно вся. 2. Просто так мебель расставить мало. Нужно ее расставить с учетом сценария в жизни, той целевой аудитории, для которой вы делаете эту планировку. 3. Делайте не просто планировки, а делайте 3D планировки. Так клиенту проще погрузиться внутрь этого пространства. И почувствовать себя в нем. И понять, удобно или нет. Нравится или нет. Поверьте, для вас это мощнейший инструмент продаж. 4. Не доверяйте проектировщикам и продуктологам. Ну вот это ребята, которые приходят после проектировщиков и типа якобы улучшают продукт. Все они рассуждают с точки зрения маркетинга, цифр и калькулятора. Это правильно. Вопросов нет. Все должны зарабатывать. Мы все и все должны посчитать. Но давайте подумаем с логической точки зрения и попробуем себя погрузить в это пространство, пройтись по нему и понять, а вот я лично смог бы тут жить, мне бы было удобно. Вот, например, в этой квартире. Посмотрите, какой шкаф в прихожей. Ну это же бред. Как семья 4 человека должна влезть в этот шкаф? Никак. Давайте на кухню посмотрим. Как семья из 4 человек здесь разместится? Кухня микроскопическая, обеденного стола нет. Диван маленький, на него все не влезут. То есть по очереди будут телевизор смотреть с кино или как? В общем, совет очень простой. Исходя из своего образа жизни, из своей насмотренности, из своего бытового опыта, посмотрите на эту планировку и представьте, а как там будет. И если вам не нравится, то значит надо задать вопрос и подумать, как это улучшить. Понимаете, вот и все. Ну и пятое. Это касается риелторов, застройщиков, девелоперов. Вы должны научить своих менеджеров продавать ваши квартиры так, чтобы продавец рассказывал о образе жизни в этой квартире, а не просто квадратные метры. То есть надо научиться презентовать эти квартиры. И тогда все будет классно. Тогда люди вас полюбят и потянутся к вам. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Напишите свое мнение по поводу моего доклада. Мне это будет очень интересно, полезно и лестно. На этом все. Всем пока. Да пребудет с вами муза. Субтитры сделал DimaTorzok